Всем привет! С вами Дмитрий Побединский. Ну что, заждались новых выпусков? А вот теперь мне в этом будут помогать. Ведь, как вы помните, мы проводили конкурс на поиск новых ведущих, победителем которого стал Артур Шарифов. И мы предложили присоединиться ему к нашей команде. И да, это не ложь, это действительно так. Наконец-таки я рад представить первый выпуск его передачи, посвященный математике и всему интересному из этой области. Ну что, давайте смотреть! Всем привет! Меня зовут Артур Шарифов. И это первое видео, которое я делаю для канала Кверти. И ты, мой дорогой зритель, прямо сейчас смотришь это видео. Скажи, как ты сюда попал? Ты специально зашел на канал, чтобы посмотреть это видео? Или это случайность? Можно ли было предсказать это? Можно ли предсказать хоть что-нибудь? Или даже не так, можно ли предсказать все что угодно? И я имею в виду не какие-то там предчувствия, пророчества, медитации. Хотелось бы понять, можно ли формально, зная какую-то информацию, заведомо точно сказать, что это событие произойдет в будущем. И если да, то что это за информация, которую нужно знать? Вдруг вселенная действительно устроена таким образом, что можно точно сказать, когда и какое событие произойдет. И раз мы отталкиваемся от этой идеи, давайте представим себе, что вселенная – это набор событий, которые происходят в какой-то момент времени. Если из них всех выбрать набор тех событий, которые происходят в данный момент, то мы получим набор, который мы назовем реальностью. Итак, мы находимся в реальности, то есть наблюдаем за теми событиями, которые происходят в данный момент времени Т. При этом в предыдущий момент времени мы также наблюдали за набором событий, которые каким-то образом повлияли на нашу с вами реальность. Мы можем смотреть на эти связи и делать выводы о том, как какое-то событие из прошлого повлияло на то, что только что произошло. Собственно, это почти то, чем занимается наука под названием «История». Но это не совсем то, что нам нужно. Нам ведь хотелось бы знать, что произойдет в будущем, то есть в момент времени, который еще не наступил. Это уже гораздо сложнее. В каком-то смысле этим занимается наука «Теория вероятностей». Для каждого события определяется такое свойство, как его вероятность. Если какое-то событие точно происходит, то его вероятность равна единице, или 100%. Такое событие называется достоверным, а событие с нулевой вероятностью называется невозможным событием. Нетрудно догадаться, что те события, которые уже произошли, они либо достоверны, либо невозможны. Если мы точно знаем, что событие произошло, то вероятность того, что оно произошло, 100%. Если событие не произошло, то тогда, соответственно, наоборот. Выходит, что в данном случае интерес представляют только те события, которым еще предстоит произойти. То есть это как раз то, что нам нужно. Самым простым примером такого события является ситуация с подбрасыванием монетки. Еще со школы нам известно, что вероятность того, что после подбрасывания такая монетка упадет орлом кверху, равна 50%. И что это нам дает? Ну, формально, ничего. Для нас это ничего не конкретизирует. Это говорит о том, что чем больше раз мы будем подбрасывать монетку, тем ближе количество выпадений орлов будет к половине от общего числа бросков. Серьезно, это именно это и значит. Это следствие за определение вероятности. То есть для того, чтобы со стопроцентной вероятностью нам добиться точности половины выпадения орлов при броске монетки, нам нужно подбросить ее всего лишь бесконечно много раз. К сожалению, настолько много времени у нас нет. Мы так и к очередной серии доктора кто не успеем закончить. Ну, а вообще говоря, настолько ли случайно это событие? Что это вообще такое, случайное событие? По нашей схеме, это событие, которое ничего не следует. То есть в которое не входит голубая стрелочка. На самом деле, даже в случае с монеткой, это не так. Ну да, когда я бросаю монетку, я на самом деле заранее не знаю, что выпадет. Но это не потому, что это случайность, а потому, что я слишком мало знаю. Если бы я точно знал, под каким углом и с какой силой я бросаю монетку, с какой высоты и на какую поверхность она упадет, знал бы массу монетки, силу ветра, вообще все внешние факторы, я бы со стопроцентной точностью предсказал, какой стороной упадет монетка. Вот сейчас выпала решка. Я это знал. Обычному и даже совсем необычному человеку очень сложно удержать в голове столько информации. Но формально можно создать компьютер, такого себе робота, который будет брать и анализировать все внешние факторы, и со стопроцентной вероятностью уже в момент броска будет говорить, что выпадет орел или решка. Мы говорим о том, что какое-то событие произойдет с вероятностью не 100 и не 0%, только потому, что мы не знаем достаточно начальных условий. Это очень субъективный взгляд на Вселенную. Объективно же, любое событие либо происходит со стопроцентной вероятностью, либо происходит с нулевой вероятностью. То есть любое событие либо достоверно, либо невозможно. Как в прошлом, так и в будущем. Получается, что ничто в мире не случайно? А как же сайт random.org? То есть он же выдает совершенно случайные числа в заданном нами диапазоне. Это ложь. Не существует такого алгоритма, который при одних и тех же входных данных давал бы разные ответы. Любой генератор случайных чисел на самом деле просто создает иллюзию случайности. Они обычно используют факторы внешней среды, которые, естественно, постоянно меняются в качестве входных данных, поэтому числа, которые они выдают, являются не случайными, а они все-таки зависят от внешней среды. Например, тот же сайт random.org используют для создания иллюзии случайности, вдумайтесь, шумы, которые исходят из космоса. Космические тела взаимодействуют друг с другом, скажем так, мило общаются. А ребята из random.org, скажем так, собирают информацию, которая остается у них после лампового взаимодействия. Это как если бы случайные числа генерировались на основании мусора, который лежит у тебя на рабочем столе. Согласитесь, это тоже весьма рандомно. Раз не существует случайных событий, значит, все, что будет происходить, можно предсказать всего лишь на основании того, что мы знаем о мире в данный момент времени. Так как же много нужно знать, чтобы предсказать историю Вселенной на тысячи лет вперед? Ответ, с одной стороны, простой, а с другой стороны, неутешительный. Знать нужно все. Вот буквально все. Вплоть до состояния каждого атома во Вселенной. И если мы будем это знать, тогда да, по нашей схеме можно будет предсказать все, что угодно. Один человек или даже целая команда людей самостоятельно и оперативно такую информацию собрать не смогут. Но после того, как человечество формально докажет, что никаких случайностей не существует и все в мире закономерно, можно будет взяться за строительство такой машины, которая брала бы за основу все, что происходит во Вселенной в данный момент времени, и выдавала бы нам историю человечества на сотни лет вперед. Такие вот провисательские нанотехнологии. Возможно, Ванга и Нострадамус были всего лишь очень продвинутыми в науке. И у них просто уже были такие машинки. Но действительно, так ли это? Все ли на самом деле так просто? Об этом мы с вами поговорим на следующих видео. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему большой палец вверх. Если это видео наберет большое количество лайков, то уже в следующем видео я расскажу о том, какие парадоксы и просто неприятные ситуации могут возникать, если у нас действительно будет такой суперкомпьютер. И о том, почему из-за одного невинного, милого и пушистого домашнего животного вся наша теория может рухнуть. Подписывайтесь на канал Кверти, чтобы не пропустить следующее видео. И спасибо за просмотр. Ну что, как вам понравилось? Обязательно оставляйте в комментариях свои впечатления и пожелания. Нам это очень важно. Ну а пока что ждите моего выпуска о том, что будет, если кислород исчезнет на 5 секунд. И спасибо за просмотр.